Улица Знают ли жители этого микрорайона, в честь кого и почему назвали этот бульвар? Бульвар имени Феницына в честь кого назван, не знаете? В честь деда Кошлева. Был какой-то там, то ли генерал, то ли подполковник. Танковых войск, судя по всему. Герой Советского Союза. Очень много сделал для нашего города. Тут много улиц, которые названы в честь наших прославленных участников войны. Он в войне был, наверное, и там погиб. Насколько я знаю, это, во-первых, родственник Кошлева, во-вторых, он участник Великой Отечественной войны. Герой. И все, больше ничего вообще-то не знаю. Знакомые что-то? Нет, мы недавно здесь, не знаю, я не знаю. Вы сейчас идете по бульвару имени Фенютина. Вы не знаете, в честь кого назвали? Только что прочитала, но не успела дочитать. Там в конце бульвара есть стелла, на ней все написано. Знать о людях, именами которых названы улицы города, означает знать историю и культуру страны, где ты живешь, знать ее народ. В год 75-летия Великой Победы по всей стране звучат слова благодарности, поздравления дорогим ветеранам, труженикам тыла, детям войны. День Победы воплощает великий подвиг нашего народа, который ценой огромных жертв отстоял независимость нашей страны, принципы свободы, равенства всех людей планеты. Бульвар имени Ивана Фенютина расположен в микрорайоне Крутые Ключи. Выбор места не случайен. Иван Фенютин – дед Владимира Кошелева. В районе Крутые Ключи каждая улица – это продолжение аллеи славы, ведь все они названы в честь героев Советского Союза и России. На бульваре Ивана Фенютина находятся главные достопримечательности микрорайона Крутые Ключи. Скульптура «Возвращение героя» и монумент «Танк Т-34». Обе они появились здесь в 2015 году. Иван Иванович Фенютин – легендарная личность. В 1941 году он поступил в технологический техникум, но технологом стать ему не довелось. В мае парня призвали в Красную Армию, а в июне началась война. Первое боевое крещение Иван Иванович получил под Можайском. Пришлось отбивать атаку немецкой танковой колонны, нападающей под прикрытием авиации. Ивану Фенютину удалось подбить одну вражескую машину, но во время бомбежки он получил ранение в ногу. После госпиталя боец вернулся в строй водителем-механиком танка Т-34. На нем он вышел в рейд 25-го танкового корпуса, прорвавшись глубоко в тыл врага. Урон противнику был нанесен серьезный, но обратно из окружения пришлось выходить пешком. Заправить машины было негде. Свой главный подвиг Иван Фенютин совершил в Польше 21 января 1945 года. Расчет самоходного артиллерийского орудия проник в тыл врага и нанес ему значительный урон в живой силе и технике. Бульвар получил свое название в честь Героя Советского Союза, старшего сержанта Ивана Фенютина, который заслужил свою награду во время Великой Отечественной войны в боях на подступах к польскому городу и Норвадслав. Тогда он в составе экипажа самоходной артиллерийской установки проник в тыл противника. Утром в тумане они настигли колонну вражеских танков и пристроились к ней в хвост. Фенютин отдал приказ наводчику. Володя, когда они будут делать поворот, бей по переднему, потом расстреливай задний, а потом тех, что поставят тебе бок под прицел. При этом самоходка была настолько уникальна, что располагала зенитным пулеметом на крыше Виккерсом. У нее вообще не было сверху крыши. На самоходках такое часто происходит. Вот, в общем-то, необычное такое сооружение. И уникальное – у нас не было ни одной противотанковой самоходки нашего изготовления вообще. То есть ради них, ради подразделения, где служил Фенютин, наши штабисты создали целое направление боевой техники, которое зафиксировали в названии. Дорога, по которой двигалась колонна, впереди поворачивала почти под прямым углом вправо, словно специально. Фенютин приостановил машину. Вот уже три танка сделали поворот. Подал команду. По головному огонь! Раздался выстрел. Передний танк, окутанный дымом, остановился. Подбили еще два танка в голове колонны и перенесли огонь на танк, следовавший в хвосте колонны. Немцы не сразу разобрались с случившимся, а когда поняли, двинулись в сторону и стали разворачивать башни танков в сторону самоходки Фенютина. Среди всего изобилия, которое к нам попало, оказывается, было несколько десятков противотанковых артиллерийских самоходных установок, которые назывались М-10 «Волверин». И вот эти вот самоходки, они настолько малоизвестны, что даже многие специалисты начнут переспрашивать, копаться в информации, чтобы выяснить, о чем вообще идет речь. Так вот, Иван Фенютин стал в какой-то момент командиром подобной противотанковой артиллерийской самоходки. Одному это удалось, но выстрелить он не успел. Его опередил наводчик. Грянул выстрел, и танк задымил и стал. Из горящих машин выскакивали танкисты, ошалевшие от грохота и дыма. Один вражеский танк стал уходить, отстреливаясь на ходу. Фенютин догнал его и метким выстрелом поджег последнюю вражескую машину. К моменту героического поступка Фенютина, когда он там чуть ли не ценой собственной жизни сумел справиться с большим количеством немецких танков, их оставалось всего 17, этих самоходок. Но они свое дело сделали. За этот подвиг за несколько месяцев до окончания войны ему было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением Ордена Ленина и медали «Золотая звезда» в высшей степени отличия СССР. Наш боец Иван Фенютин действительно бил немцев и бил очень долго, то есть прошел почти всю войну. Это героический поступок, это подвиг, и по-другому оценивать никак не может. И очень приятно, что такие уникальные люди, да еще с такой интереснейшей биографией, были связаны с нашим городом. Иван Фенютин дошел до Берлина, расписался на Рейхстаге. В 1946 году Иван Иванович Фенютин демобилизовался. Он стал Героем Советского Союза за свой подвиг, там действительно подвиг, там никаких не может быть сомнений в этом плане. Но, представляете, самоходка не очень серьезная, то есть она уступает любому танку. Потому что у нее мощное орудие, но она не предназначена для серьезных боев с танками. Этот человек сумел за один бой там пять танков подбить и, соответственно, остаться целым, да, то есть выжить. Уже после войны Иван Фенютин окончил высшую партийную школу при ЦК КПСС. С 1963 года трудился на партийной работе в Куйбышеве, а затем начальником отдела на заводе координатно-расточных станков. Написал книгу «Путь до Берлина». Умер 20 февраля 2002 года. «Путь до Берлина». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова